Вот так в прямом смысле уходят чиновники Туркестана от журналистов, которые хотят получить ответы на вопросы относительно застройки территории, которая, похоже, стала головной болью всех в Акимате областного центра. А речь идет о территориях, которые некогда государство выкупало под госнужды. Напомним, согласно пункту 2 статье 84 земельного кодекса Республики Казахстан, земельные участки для государственных надобностей могут выкупать в следующих случаях. Если имеется международное обязательство под нужды обороны особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, реакционного и историко-культурного назначения, в случае обнаружения под участком месторождения полезных ископаемых, для строительства дорог, линий электропередач, связи и магистральных трубопроводов, а также других объектов, имеющих государственное значение при отсутствии других вариантов, возможного размещения этих объектов, если речь идет о сносе аварийного и ветхого жилья, грозящего обвалом. В соответствии с генеральным планом городов и иных населенных пунктов, схемы зонирования территории и иная утвержденная в установленном порядке градостроительная или землеустроительная документация. Однако здесь вы не увидите ни соцобъектов, ни дороги, ни линий электропередач. Вместо них элитные коттеджи, стоимость которых оценивается не в десятки, а в сотни миллионов тенге. Строит это же жилье частная компания. Чтобы узнать, почему вдруг частнику такие преференции, ведь земли покупались по государству, мы обратились в Акимат областного центра. В отделе строительства поспешили окреститься. К этому объекту они, мол, никакого отношения не имеют. На строительство этих домов из бюджета денег не выделяли. Это инвестпроект. Разрешение дают в Управлении архитектуры и градостроительства. Однако и в названных управлениях с нами особо не откровенничали. Нам не предоставили ни генеральный план Туркестана, ни комментарий. Нет, 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 подождите, вы приехали из Шевке, да? Ну, ваши, да. Давайте сейчас здесь. Я вам... Нет, подождите, подождите, подождите. Я сейчас выйду. Когда вы выйдете? Выйду сейчас, замахим, выйду. Мы с вами пойдем. Мне кажется, хорошо, что я не буду. В надежде получить ответ съемочная группа прождала около часа. Чиновник так и не вышел. Так и не получив ответа от местного Акимата, мы сейчас направляемся в областной Акимат. Надеюсь, что нам там пояснять и расскажут, на самом деле законно ли строительство этих домов. Почему в Акимате нам не пояснили и не рассказали, мы не знаем. Представитель Акимата, не обосновав свою причину, сказал, что ему нужно срочно куда-то уезжать и попросил нас приехать в следующий раз. В Акимате Туркестанской области нас ждала неожиданная встреча с чиновником-любителем уходить от ответов. И снова обещание все прокомментировать и снова исчезновение. Вы сказали, что ждете карты. И должны пояснить нам по этому вопросу. Подождите, минуту. Поясните нам по этому вопросу. Не доказать, что нас? Что? Срезать мне сказали. Шрамде. Шрам. Ширпад нас. Ширпад нас. Вы передайте интервью. Скажите нам еще. Скажите. Он по архитектуре, он нам не дал интервью. Он нам сказал, что сейчас я выйду, и он не вышел. Понимаете? У меня через 8 минут совещание. Хорошо. А почему вы нас обманываете? Я вас ни одного. Вы обманываете. У нас все нахожу. Через 8 минут у меня совещание. Я живу в Казахстане. Почему чиновники Туркестана усиленно скрывают информацию по этому объекту, непонятно. Мы уже второй раз приезжаем в Туркестан, но никто не может предоставить документы по этой территории.